с вами шамики и мы продолжаем пройдите руку называемый эфирс наследие как вы поняли я сижу все еще в этой комнате слушаю музыкальный шкатул мне прикалывает музыкальный шкатулки ладненько полетели как я понимаю дальше у нас идет собака как бы не хотел я не могу открыть дверь там что-то мига лодик сейчас мы тебе придем подожди музыка просто блин она расстроивает ахой а потом еще что-то памятная походу то все могу выбрать одну из двух либо шестеренку либо колесико я беру колесико ты больна ты не в своем уме ты не способна здравомыслить да я больше не могу это выносить тебя никогда нет рядом ты нам нужен ты нужен мне последний раз прикасался ко мне ты понимаешь каково мне каково мне знать что мой муж испытывает музыкальный шестеренку ну извините великодушно за то что я тружусь как проклятый пытаясь обеспечить семью но ты конечно права куда важнее шептать тебе на ухо милые глупости ты это называешь работой ты запираешься здесь и никогда не выходишь на свет а когда выходишь от тебя несет перегаром и мочой жалкое зрелище котик сука чё так трогательно нахуй я бы шестерню не использовал шестерня скорее всего это было бы как сломатая нога возможно возможно все в порядке мне просто соринка попала в глаз вот и все будь хорошей девочкой и ложись спать папа работает так что не нужно его беспокоить маме нужно спуститься и принять ванну я люблю тебя она была не просто женой в первую очередь она была его музой ее красота и талант вдохновляли отца после пожара она стала музой мерзким визгливым монстром прикованным к постели якорем тянувшим его на дно как начальник а то есть это еще и не последний плах картинка я поделюсь то есть это еще и не последний плах картинка Я просто понимаю, в какой-то степени, что если бы взял шестерёнку и котику бы приделал, то котик бы вот так с шестернёй просто еле-еле бы ковылял, но как-то это не очень. Вообще не в какой не очень. Подождите, то есть мы там ничего, ключа не нашли, ничего, да? Или я в ящики не позалазил? Завещание. Я цепляюсь за останки здорового смысла. Составил настоящее завещание. Я приваляю все мои предыдущие завершения столь же бесполезными и ничего не стоящими, как те, как та шелуха, которая называет себя моими друзьями и коллегами. Самому агенту Томасу Калдевею я завещаю тех адских грызунов, которые постелились в моём доме, и надеюсь, что они будут неустанно грызть его плоть и выпьют его кровь до суха. Так же, как он поступил со мной. Своему издателю Лиамбу Брикстоуну я оставляю пламя, сожравшее любовь всей моей жизни, в надежде, что огонь сожжёт его вместе с гнусной шлюхой и визгливым ублюдком, которую он называет своей семьёй. Своему адвокату Джеймсу Джейрсу Сеттлеру я завещаю болезни, источившие мой разум и душу, чтобы он почувствовал себя таким же пустым и бесполезным, каким он был для меня. Все остальным паразитам, ползущим на свет из-под палёного дома, я не навещаю ничего, к чёрту их всех. Наконец, своей любимой дочери я оставляю всё своё земное имущество, чего бы это имущество не стоило. Я надеюсь, что оно поможет тебе раскрыть свой настоящий потенциал. Однако, последний самый ценный дар я передаю тебе. Тебе не могу. Тебе придётся найти его самой. Я верю в тебя. И всегда верил. То есть, видите, он ещё не полностью пошёл кукухой. У меня есть ещё что-то в нём человеческое. Подожди, то есть он ещё не сгорел? Или это было до момента, когда мы сюда отцом пришли? То есть сначала дочка, да, пришла сюда? А в том отец? Ну что, дорогая? Продолжим? Вот так. Что бы ни случилось, смотри на меня и слушай. Так, на чём я остановился? Ах да, принцесса оказалась одна в темноте. Но что-то ей подсказывало, что где-то рядом рыщет злая ведьма. Когда глаза принцессы свыклись с темнотой, она уловила краем глаза какое-то движение. Но она... Голову прямо! О, собака хавкает. Но она боялась пошевельнуться, зная, что это её погубит. Принцесса услышала жуткое рычание. Ведьма... Принцесса шевелилась, и рычание стало громче. На меня смотри! Ты хочешь, чтобы у сказки был хороший финал, или нет? Проклятие! Только не снова! Ладно. Принцесса всё время вертелась и ёрзала, поэтому прислужник злой ведьмы заметил её и уволок в темноту, где она сгинула навсегда. Конец! Моя вина. Виновата всегда была я. От меня ничего не требовалось. День за днём, по несколько часов, пока, наконец, он не добьётся результата. Я потеряла счёт этим попыткам, но после каждой из них я чувствовала себя причиной всех его неудач. Окей. Так, всё, я могу теперь двигать. О, чё, фпс упал. Но комната никак не поменялась. Ну, я единственное, что сейчас могу сделать, это рисунки прицепить. Всё. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Что происходит? Субтитры создавал DimaTorzok 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 ICI Подойди, не бойся Оно не кусается Вот Попробуй сама Ладно пока одно и то же Хотя мы сейчас попробуем Нет Немножко не так Хм Хм Все ровно не то ЧТОБЫTÃПИТА МЕС Chinese выражаюсь у меня есть идея неси мелкие с педра ним квадратик кружочек сердечко квадратик кружочек треугольничек неплохо ты смотри похоже у нас в семье объявился талант так все или еще что-то у а тогда стул тоже полетел сейчас должна быть собака я все равно это херни стремаюсь пока что одно и то же я отличие не вижу он у стол смотрите уже начинает преодолевать типа здесь вообще нету никаких выборов да план давайте я поставлю на пазу если что-то будет интересное включу но смотрите теперь поезд свободный он цел то есть видите здесь теперь даже такая вариация то есть что-то поменялось он показывает себя с хорошей стороны что-то ну типа тогда у нас просто орала теперь все спокойно мирно так ну за рисунок отец тогда тоже говорил что типа тебе тоже нравится хоть кому-то нравится то есть если я сейчас его буду собирать то будет пойти одно и то же что по что здесь а вспомнил по собираем дальше продолжаем так рисунок привет барышня тебе не пора в постель ладно можешь посидеть здесь только постарайся не шуметь папа работает что значит кто это это мама что не похоже на маму а мне кажется похоже но сидите он хорошие с какой-то стороны стал а что если я не буду просто ничего здесь трогать дальше пойду а я смог в эту в комнату пройти и смотрите а подождите этой я думал это новая комната так здесь тоже идет ванна здесь у нас тортики до нас сейчас торты будут немного другие у нас в днём рожденья тебя в днём рожденья тебя в днём рожденья дорогая окей ой я чё-то пал дорогая выйти она же ждет нас Не вынуждай меня делать это в одиночку Нет Я не хочу, чтобы она увидела меня такой Извини, но я просто Я не могу А, видите? Теперь здесь вот так вот всё Лол А тогда мы с вами не упали Дорогая Выйди Она же ждёт нас Не вынуждай меня делать это в одиночку Нет Я не хочу, чтобы она увидела меня такой Извини, но я просто Нет, не могу Главное здесь не грохнуться Зачем? Зачем ты это сделала? И что мне теперь делать? Я не могу сделать это без тебя То есть тортик он имеет в виду? Зачем ты это без тебя? Я не могу сделать это без тебя Смешал тоже? Ммм Ок Так, я не помню, а что дальше было? Ну, с кошаком? Так, да, дальше кошак у нас пошел. Но все равно, как я и сказал, я кошаку приделаю у колесико. Мне все равно. Колесико, только колесико, больше ничего. Сейчас посмотрим, какие здесь диалоги будут. А, мне нельзя ходить в темноту. Ненавижу тебя! Хорошо, что ты еще способна хоть на какие-то чувства. Я смотрю на тебя и вижу пустое место. Я не вижу той юной красотки, которую я когда-то полюбил. Не вижу матери своего ребенка. Не вижу даже того злобного чудовища, которое ты из себя строишь. Ты просто ничтожество. Я смотрю на тебя и ничего не чувствую. И это меня по-настоящему пугает. Ты забыл сказать, насколько я уродлива. Давай, Жень, ведь ты так этого хочешь. Может, только не снова. Молодец. А что то было? Ты права. Ты мне отвратительно. Но твоя внешность тут ни при чем. Мне противно то, что ты с собой сделала. То, как это тебя изменило. Принцесса. Принцесса, проснись. Быстрее одевайся. К нам идут чужие люди. Плохие люди. Они хотят забрать тебя у меня. Но я им не позволю. Мы им не позволим. Правда? Да. Теперь я вспомнила. Несмотря на весь хаос и отчаяние, в глубине своей истерзанной души, он все-таки любил ее. Другой вопрос. В чем выражалась эта его любовь? Так, интересно, комната теперь откроется? А, я понял. Походу, она пока не откроется вообще. Надеюсь, этот пес не там, где я думаю. Выбирайся отсюда. Я же говорю тебе, не баловать эту чертову шавку. А, подождите, нам же тогда еще рисунки нужно рисовать. Так ведь... Ну, погнали тогда еще рисовать рисунки. Принцесса, смотри на меня. Но что-то ей подсказывало, что где-то рядом рыщет злая ведьма. Когда глаза принцессы свыклись с темнотой, она уловила краем глаза какое-то движение. Но она боялась пошевельнуться, зная, что это ее погубит. Принцесса услышала жуткое рычание. Ведьма спустила... А-а-а... Пес спустила с цепи своего чудовищного пса. Монстр принюхивался, его остороженные уши ловили малейший звук. Принцесса не шевелилась, и пес прошел мимо. Воздух был неподвижен. Она облегченно вздохнула. А-а-а, этого не было. Ей показалось, что самое страшное уже позади Но она понимала, что до конца еще далеко Опасность притаилась где-то рядом Стоило лишь шевельнуться, и все пропало Оцепенев от ужаса, принцесса продолжала смотреть вперед Внезапно она услышала жуткое хихиканье То была злая ведьма Эта гнусная карга ненавидела красоту и невидность Ибо сама была их лишена Старуха была, не отводи взгляд Я не отвожу Старуха была совсем близко Но наша героиня не осмеливалась повернуть голову Принцесса смотрела вперед Чтобы не попасть под действие ведьминых чар Я просто смотрю прямо Она почти уже ощущала прикосновение ведьмы к своей шее Принцессе хотелось бежать, но она собрала волю в кулак и не двинулась с места Она знала, что века только этого и ждет А потом холод прошел Сам собой принцесса увидела лучи света на горизонте Солнце уже почти взошло Почти просветло Солнце было близко И вот оно Торжествуя победу Принцесса стояла в лучах солнца и улыбалась Ведь... Стоп Что-то не так Лицо Почему она по-прежнему напугана? Боже Я не хотел Принцесса Прости меня Ну слушайте Мы хотя бы не закончили на том моменте Когда мне собака голову перегрызла Он не был жестоким человеком Просто Реальность для него была лишь Жалким подобием искусства Он воспринимал лишь тот мир Который видел на холсте Вот Еще Видите Отличие есть Зараза Ну пойдемте тогда Воспоминания сразу посмотрим Эти которые были у нас В комнате Интересно Давно ли сюда проникал дневной свет Давайте будем рисовать то что отец просит Летние деревья Зеленые Такие живые И в то же время молодые и неопытные Лё Давай подберем для них Более подходящее время года Когда они станут чуть старше И мудрее То есть Мы теперь в доме Мы уже не в лесу Великолепно Давай добавим еще того же цвета Это не сделает картину скучной Или предсказуемой Давайте Походим посмотрим Может тут еще что цена есть Какие-то другие цвета Или краски Чшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшш для какой зло и деревья качаются на ветру но умнее не становятся совсем как ты почему а что сделает я просто беру краски а ему еще что-то не нравится о да жизни наступает осень время когда человек ищет укрытие от стихи посмотрим что станет с нашим домиком когда сгустятся тучи мне интересно хоть тут свет вообще беру а 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 как мне тогда вернуться обратно? Ну вон, краска. Я не могу взять. Я застрял. Что сказать? Я просто окраски не мог взять. А-а-а. Я не хочу котёнку убивать. КОНЕЦ Видите, они уже не радостные. Бля, мне это больно проходить. Ладно, давайте. Поехали. 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 Это очень плохая концовка. Но я считаю это херово, это вообще херово, максимальная концовка. То есть у нас еще есть варианты концовок. То есть я могу отсюда, допустим, перейти сразу к карандашам с этого момента. Видишь, все, что мы принимаем за данность, в итоге оказывается хрупким и недолговечным. Человек приходит и уходит, а природа остается. Кстати, сдается мне нашему гордому шеребцу, эта погода не по душе. Давай сделаем мир чуть светлее. Нам нужно... Нам желтый нужен. Желтый я тут видел. Стоп, это не желтый. Тюбики белого. Давайте, скажите, что это хорошая концовка у нас идет. Розовый, не желтый. Розовый, не желтый. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. А вон желтый. Я не повернусь. Так, окей, я сюда пришел, так и ушел. Правильно. Солнце согревает землю своими лучами. Становится теплее, еще теплее и, наконец, чудесно, правда? Да, это больше похоже на трагедию, но красивая трагедия всяко лучше ничем не примечательного существования. Продолжение следует... Это тогда тоже показывали, что... Открылась дверь. Ну все, это получается концовка. Вторая. И мы посмотрели вариации, что произойдет. Я не знаю, что я ожидала найти. Прощальную записку? Завещание? Я нашла... Извинения. Сказанные единственным знакомым ему языком. В тот момент я увидела истинное лицо своего отца. Человека, доведенного до безумия тоской и чувством вины. Пленника этого кошмарного дома, в котором его преследовало эхо ошибок и трагедий прошлого. В этом самом доме, где нет места на одежде или спасению. Я поняла, что мне нужно сделать. Я давно отказалась от попыток понять отца. Но в итоге я смогла его простить. То есть, как вы поняли, у нас две концовки. Это вторая концовка и это хорошая концовка. Та концовка была плохая, потому что мы в конце концов погибли сами. Из-за того, что на нас попадали обгоревшие херня. На нас попадали обгоревшие вот эти деревяшки и мы погибли. Привет, принцесса! Что это тут у нас? Ого, это нарисовала лошадку очень мило. Но почему розовую? Ну смотрите, здесь получается двухвариантная система. То есть, с другой стороны, мы идем по линии матери, но мы погибаем. Потому что мы злы на отца. С другой стороны, мы идем по отцовской линии. И в конце концов, мы сжигаем дом. Мы выживаем, но наша дочь, которая родилась, как я понял, по концовке, мы начали относиться к ней так же, как наш отец относился к нам. То, что типа было нарисован розовый этот, это все хрень. Окей, давайте я еще попробую последний вариант. Я пройду так же, как все вот это я проходил. Но в этот момент я буду рисовать все карандашиками. То есть, там я буду идти-идти, а лошадку розовую нарисую. Хотя, знаете, я вот думаю, если бы я, наверное, взял шестеренку, она бы поехала-поехала, да? И у нее бы просто отвалилась колесико. И все. То есть, я бы сам проходил через это. А потом мне бы показали вот эту картину и... Так, все, этот я выполнил. Мне оставалось только еще выполнить с картиной, просто смотреть в точку. А коника я буду рисовать карандашиками. Бля. Я, короче, нарисовал карандашиком. Полетели мухи, я бы не подумал, кто-то... Знаете, представьте такую херню, что около вас просто кто-то что-то бурчит. Вот так. И обосрался. Блядь, подожди, здесь немножко изменилась, да, тропинка или нет? Или она такая же была? Сейчас посмотрим. Это аж сказочка про волка, да? О, мой котик. Оглядываясь назад, я понимаю, что отцу вряд ли был нужен ребенок. Неудивительно, что мне никогда не позволяли почувствовать себя ребенком. Нет, прежде всего отцу нужен был преемник. Человек, который продолжит его дело. Все остальное было для него обузой. Так, все, теперь дверь открылась концовкой. Смотрите, мы как сделали. В этот раз мы пошли по отцовской линии. Мы по картинке тоже по его пошли. Но здесь мы нарисовали розовую коняшку. Сейчас два варианта. Либо ничего вообще не изменится. Либо она скажет... Я не знаю, что я ожидала найти. Прощальную записку. Но это хорошая концовка. Я нашла... Извинения. По идее, это должна быть хорошая концовка. Почему? Смотрите, мы забираем картину. Мы перемещаемся в свой домик. Но мы рисовали не жесткие картины, где мы игрушки ломали своей все-таки. А по идее, мы нарисовали лошадку. То есть мы остались самими с собой в каком-то степени. Я поняла, что мне нужно сделать. Я давно отказалась от попыток понять отца. Но в итоге я смогла его простить. Ну что, сейчас как раз мы узнаем итог всего. Ну, если так оценивать, да, вообще все, что происходит... Ну... По идее, должна быть третья концовка. Это вот эта. Возможно, еще и четвертая, где... А, подожди, а как может быть четвертая концовка? Если у нас только три действия, ну-ка, сейчас посмотрим. Привет, принцесса. Что это тут у нас? Ого, это нарисовала лошадку очень мило. Но... Почему розовую? В смысле? Так мы тоже рисовали розовую. То есть, короче, ребята говоря, у нас есть только две концовки. Как оно работает? Концовка у нас рассчитана за три действия. То есть, у нас три обязательных вещи, где мы выбираем, на каком мы стороне, да? То есть, мы картину уничтожаем, либо ее забираем с собой. Допустим, мы всю линию шли за матерью, мы рисовали коняшку. Концовка будет там, где мы сгораем. Я нарисовал коняшку, все такое, у нас вышло все равно как бы... Не знаю, почему она в конце сказала, почему он розовый, хотя мы тоже рисовали розовую коняшку. Вот это немножко непродуманное, не сделано так, как, ну, типа, третья концовка. Меня-то расстроило. Окей. Давайте оценить игру. У нас рассказывается сюжет про... Уже дочку этого художника. То есть, сюжет сам по себе прикольный, в плане того, что мы видим все глазами девочки, да? Как она вообще все дети видит, все здоровое. И в таком духе. Это... Короче, рассказ истории. Это первый плюс. Второй плюс меня расстроил именно котик. То есть, музыка... У меня всегда вот это такая... Из шкатулок. Она немного расстраивает, знаете, вкидать мне что-то в депрессию. Когда я увидел КШК, я просто понял, что если бы использовал шестеренку, когда она ехала, у нее бы просто колесико оторвалось, и все. И котята бы остались без мамы. Да, блядь, сейчас об этом думаю, и минус настроения. Короче, эмоции. Есть. Моменты, когда меня напугало. Есть. То есть, атмосфера, скримеры, плюс. Музыка, плюс. Вероятность, две концовки. Ну, может их больше, просто я об этом не знаю. Но так, пока что, только плюс. Хотя бы есть вторая концовка. Хотя здесь, так сказать, понятно было, что я мог бы делать. Если бы на картину не смотрел, я бы даже не знал, что можно на нее смотреть. Поэтому это третий плюс. Типа концовка. Подождите. У нас, короче, сюжет, атмосфера, музыка, концовки. Четыре. Плюсы. Минусы. У нас был бах. Я не знаю, почему, когда у нас с куклой, помните, и с поездом. Первый минус. Почему нету третьей концовки, где я нарисовал пони, а не то, что он хотел. И не сделали так, что, типа, мы забираем все равно картину, и потом у нас, мы живем спокойно. к ребенку относимся нормально, и отца мы просили. Не знаю. Это второй минус. У меня есть еще одна догадка, где, может быть, сейчас музыку потише сделаю. У меня есть еще одна догадка, как можно сделать еще одну концовку. Но, видите, мы все равно, типа, через двери проходим некоторый раз. То есть, мы не можем полноценно, допустим, выбрать левую, да, правую, левую, правую дверь, чтобы все было сбалансировано. Потом по картине у нас, типа, два варианта. Либо меня загрызли, либо картин нормальная. Типа, все их знает. Так, ладно. Минусы я поставил бах. И неоднозначность, где третья концовка понимает та, которую я сейчас говорю. Потому что это было бы намного логично. Так. Три минусы. Два минуса. Ну, игра короткая, потому что это ДЛЦ. К этому претензий нету. Ну что, в принципе, тогда, я думаю, мы на этом заканчиваем. Поэтому у нас четыре плюса и два минуса. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем до новых встреч. Всем пока.